Я сразу же извинюсь, этот подкаст будет очень, наверное, грустный, очень нетипичный. В последнее время я все пытался улыбнуть себя давить, пытался, знаете, как-то поэкспрессивнее это все подавать, чтобы вам было поинтереснее, но в этот раз не могу, потому что как-то дико устал и как-то настроения совершенно нет. А говорить мы сегодня будем с вами про Виталия Азыкова, про книгу, которую я прочитал в перерывах между Стивеном Риксоном и Малозанской книгой Павших, и поговорим, почему вообще я взялся за Азыкова. В общем, я смотрю иногда на рейтинг на Фанталабе. И я прекрасно понимаю, что рейтинг на Фанталабе штука весьма спорная, скажем прямо. Но особенно она спорная относительно русских авторов, потому что, ну, там есть такое пересечение сравнений зарубежных и русских, и вообще как-то вот русские авторы неадекватно оцениваются на Фанталабе, мягко говоря. В общем, смотрю я как-то раз на Фанталаб и смотрю, прям вот, чтобы вот не соврать, прямо получается над Роджером Железный, над Айзеком Азимовым и над Робертом Хайнолайном нахожу с удивлением русскую фамилию и имя Виталия Азыков. Я открываю его профиль, ну, мне интересно стало, думаю, нормальный фэнтезист, что в России появился, а я бы этого очень хотел, правда, ребята, то есть, ну, извините, но вот так вот я этого очень хочу на самом деле. И вот я открываю его и читаю офигительную кул-стори, так сказать, про то, как он стал писателем. Он учился в аспирантуре, он вообще там какой-то, какого-то подэтеха, что-то. И как-то раз еще, когда он был студентом вот таким, он поспорил со своим другом. Друг сказал ему, что может написать книжку не хуже, чем Ник Перумов. Зыков ходил и думал полтора года. Эта мысль не давала ему покоя, в результате он написал книжку. Это как раз и был безымянный рап, о котором мы будем говорить. И знаете, что он сделал после того, как писал ее? Ну, он еще и писал, как я понимаю, два года. Он отправил ее в издательство. И тут произошло то, чего обычно не происходит. То есть, помните, я рассказывал вам про Эриксона, про то, как Эриксона там девять и дед, ну восемь и дед точно, нигде не пубдыковали. Помните вы, наверное, историю про то, как, ну не знаю, условно, Роудинг ходила по издательству, но ее никто не пубдыковал, говорили. Ты что, что, тю-тю? Мы не будем это пубдыковать. Помните, наверное, как у Абера не получалось? Ну, сейчас трудно поверить, а даже у Абера не получалось пубдыковать свои труды. Зыкова! Пубдыкуют через две недели. То есть, только он засылает это издательство через две недели и говорит, ну это просто must have. Причем сам Зыков уже сам пишет в этой биографии, что, ну я думал, уже надо переписывать, но раз издательство говорит, то зачем? И я так с этого как-то... Это такая вообще странная история про Перуму, она еще так рассказана не в попад на фантлабе. Понятно, это, наверное, не вина Зыкова, но она также звучит как-то шизово, понимаете? Вот недавно, опять же, я натолкнулся на Зыкова, когда, помните, наверное, мой ролик про русское фэнтезио, я там случайно в антологии рассказов нашел у Абеданина. Он попадыковался в издательстве, где попадыковался Абеданин. Это фантастический боевик, что это... То есть, это весьма низкопробная литература. Но иногда там встречались неплохие труды. То есть, это все равно, ну, бывает и такое. И я смотрю на эту, и у нее рейтинг на фантлабе у Безымянного Рыба там под 8,5, что ли. И я такой, твою надо его, ну, наверное, надо читать, наверное, нового многорукого бога Далайна дошло. И сразу же обговорим вот что. Изначально у меня была мысль немножко быть мягче по углу. Ну, на углу. Потому что я, вот, из-за того, что активно продвигаю свой канал теперь в ВКЧ, я уже много всего про себя прочитал, и, оказывается, и сноб. Хорошо, ребята, я сноб, но только в отношении русского фэнтезио. И я терпеть говна не буду. Я хотел быть и Дэкчей на поворотах, но относительно Зыкова я буду говорить резко. Извините, пожалуйста, если вам это не нравится, но, простите, но я должен говорить искренне. Если я буду просто все смягчать, то это будет неправильно. Так вот, что я хочу сказать. Книга «Безымянный раб», она про попаданца. Как вы знаете, я ненавижу труды про попаданцев. И я просто чуть в оборок не упал. Чуть не 8,5 на фантлабе, и это труд про попаданца. Господи Иисусе. Я сразу же почувствовал, что что-то здесь не так. Но, с другой стороны, у меня, знаете, даже пронесула смысл о том, что, может быть, человек впервые как-то правильно использовал все эти шаблоны, как-то посмеялся, как-то сделал это все прикольно. Но я начал читать «Безымянного раба». И я немножечко был разочаровывал. Давайте первое. Зыков отвечает от большинства авторов книг про попаданцев. Обычно, когда мы воспринимаем, вот говорим про автора книг про попаданцев, яркий пример был один на моем канале, женская фэнтези, тот, кого нельзя называть, хотя можно и назвать Екатерина Верхова, да, то там человек просто не владеет литературным словом. Зыков им владеет, но ограниченным. Все его структуры, вот эти вот описательные моменты. Во-первых, у меня такое ощущение, что Зыков, когда их пишет, он постоянно натирает все сосочки. Вот прям вот так вот берет и говорит... Ему прям нравится вот это вот писать. Во-вторых, они... Потому что, ну, я вот как будто бы чувствую некое самодобование вот в этих бесконечных странных вот этих описаниях. Я поговорю конкретно, почему я так думаю, вы не подумайте. Я немножечко уточню здесь. Не знаю, не знаю прям, не знаю. Прям, ну, он лучше, чем действительно вот в плане писательного языка, в плане русского языка, он лучше большинства авторов книг про попаданцев. Не буду скрывать, это правда. Но 8,4 на фанталабе это перебор. Это перебор, не 8,4. И в этом основная проблема этой книги, потому что, ну, не знаю, не знаю. Короче, какая основная идея? У нас есть главный герой. Его зовут Ярик. Ярик, он учится в аспирантуре. Прямо как сам Зыков, когда написал эту книгу. Думаете, интересное совпадение? Нет, Зыков свой быт и пересказывает, очевидно. Как делает большинство, большое количество авторов. Думаю, в этом нет ничего плохого. Поэтому описывается вот бытовуха про то, как, э, мне не нравится ходить в университет, работать на полставке, я иду в Россию, а мой батя куда-то уехал, та-та-та-та-та-та. В общем, как-то раз садится он в автобус, и его вместе с людьми, которые были в этом автобусе, с неким Одегом, бывшим морпехом, и тремя девушками, и про девушек я буду говорить еще долго, больше, чем сам Зыков, наверное, в этой книге, их похищает дракон и использует в каком-то ритуале. Ярик непонятно как отмудухал этого дракона, и как раз в момент, когда он отмудухал этого дракона, все они пятеро оказались в другом мире, то есть перенеслись в другой мир, где и проходил данный ритуал. В момент, когда появляется дракон, безусловно, стоит признать, что Зыков пытается подражать Лавкрафту. Не получается. Он пытается описать этого дракона, пытается описать этот ритуал, но у него не получается ровно потому, что он не выдерживает стиль. У него не получается перегрузка. В отзывах на фантлабе один из людей абсолютно правильно отметил, что как будто бы Зыков знает только один вид конструкции предложения. Прямой, несложно подчиненный, максимум сложно сочиненный. О том, что несколько придачных частей может быть предложение, как будто бы Зыков не в курсе. Короткие, рубдены, но с таким вот, знаете, интересным русским языком, о котором мы поговорим с вами в конце. Я немножко почитаю тоже, потому что тут надо и почитать. В Лавкрафту не получается, но в принципе почему нет? Нет, сразу же. Почему мне эта книга сразу же вызвала некое омерзение? Очень мало рефлексии. Люди опять попадают в другой мир. Но все так легко принимают это на верочку. Мне это напомнило, вы не поверите, мой рассказ. Мой рассказ. В котором я выстебываю всячески. И у меня точно такой же там уровень рефлексии. Но я-то издеваюсь над попаданцами. Но я-то дебил. Ну почему профессиональный автор, у которого 8,5 почти на фонтабица, эту книгу пишут так же? Что это за кошмар? Это какой-то кошмарный сон. Никакой рефлексии. Реально все идут такие, а, мы вернулись в другой мир. Ну окей, мы в другом мире. Что теперь делать? Пойдемте покупаемся. Круто. Хорошо. И теперь относительно вообще, как построена эта книга? Все, что Зыкова интересует, это только деятельность. То есть, все вот эти вот обороты, про которые я вам говорю, все вот эти вот, то, что я говорю, что у него есть какой-то вот литературный язык какой-никакой, они все всегда построены на действии. Все всегда действует. Все здесь действует. Действует, действует, действует. И здесь есть одна самая большая проблема без, вот как раз безымянного рыба. В том, что это действие безвкусно и безинтересно. Я в какой-то момент понял, что если вот немножечко посчитать схватки этой книги, выйдет больше, чем в большинстве книг у Корнуэлла. Но если в книгах у Корнуэлла баталии запоминаются здесь, это просто, ну никуда. И эти действия, вот про то, как не знаю, Ярик потом исследует ЭДС. То есть, опять, группа вынуждена разделиться. Выразимся вот так. Ярик, главный герой, попадает вот в такую тяжелую ситуацию, вынужден как-то вот, как Робинзон Круза, пробираться к Земде, в то время как Адега и женщин трех, естественно, подбирают маги. И он, получается, что Адег, получается, просто едет в магический университет. И вот про это мы, про магический университет и прочие вот такие штампы мы тоже поговорим. Вы не подумайте, я их помню. И все это построено, как раз, вся Дыня Ярика на бесконечном исследовании, бесконечном описании деятельности. Про то, я схватил огромную палку и развернулся к Гоблину. Гоблин смотрел на меня, в его глазах отражалось непонимающее безумие. Я взял палку и, размахнувшись, проломил ему голову хрустнул череп, как будто бы яичная скорлупа. Ну, вот примерно так. Итак, это 90% книги. Если 95, я не знаю. И самое смешное, что я читал на фантлабе отзывы, в котором на полном серьезе безымянный раб говорил, что это лучше, чем игра пистолов, ребят. Это как бы не шутка. Я вставлю этот отзыв. Я вот сюда у того вставлю. Там говорят, что игра пистолов кдеширована через Е. Я пошутил в Тедеге, повторю, эту шутку недооценили. Мне кажется, что игра пистолов носит брюк и кдош. Мне эта шутка очень нравится, между прочим. И, знаете, это просто чудовищно неинтересно, то, что происходит в этой книге. Все, что происходит с Яриком, с Адегом, это просто чудовищно неинтересно. Адег становится магом, Ярик пытается найти как раз мир, но по пути вот как раз, ну, найти, то есть, цивилизацию. Но первый раз, когда он, по сути, находит эту человеческую цивилизацию, уберут в ПДН и делают рабом. По пути он там учится магии, про магию мы тоже поговорим. И он уже сильный маг, но все равно его делают рабом. И он у таких вот кочевников некоторое время раб. Чудовищно неинтересно. Вот чудовищно. Я молчу, я терпеть не могу, когда фэнтезийные миры тянут отсылки из нашего мира. Я читаю это, ну, простите, но это глупо просто. Здесь отсылки на Николая Гумилева, на Ивана Васильевич меняет профессию, про то, как героя замуровала в пещере. Он такой, замуровады демоны, вот это круто. И вот прям очень здорово, очень здорово. По поводу магии теперь. Здесь, знаете, я ощутил четкое влияние нашего любимого писателя Ника Перумова. Потому что долгое время вообще Зыков описывает магию через сила. Сила наполнила его тело. Он вырвал огромный фаербол из своей груди, который обжигал его внутренности до этого. Не знаю. Я считаю, что все, что описывается через силу, это такое осякалишировано, калишировано. И магия здесь описана просто ужасно. И знаете, поэтому мне немножко бомбит. Потому что я узнал, что Малицкого нынче хейтят, еще и в интернете говорят, что скучно он дофига. Но знаете, по магии Малицкий уделывает большинство современных авторов. Но особенно Зыкову не могу простить, что вот единственная моя претензия, что он еще и выше, чем Пехов в рейтинге Фантлаба. Знаете, у Пехова магия лучше. Я молчу про неадекватность того, что понятно, что у Пратчета, который тоже ниже, естественно, Зыкова в рейтинге тоже магия лучше в Медеон раз. Я молчу. Я даже не заикаюсь. Просто вот за братишку Пехова обидно. Вот за него обидно. Особенно. Знаете ли. И вот идет эта вот Робинзониада первую часть книги чудовищно неинтересная. Потому что в ней нет самого главного. В ней нет просто-напросто страдания. И страдание в этой книге появляется один раз, когда у главного героя нога распухает. И этот момент мне понравился. Представьте себе. Вполне себе. Потому что мы прекрасно знаем, что главный герой неуязвим. Он просто-напросто не умрет. С ним ничего не происходит. Все раны, которые ему наносят во время этой Робинзониады чудовища. Люди. Гоблины. Ему вообще наплевать. Он хидается магией. Все. Все. Это такое убыдудство, честно говоря. Ну это такая нечестность, что ли, которая вот есть. Ну как герой может быть неуязвим? Это просто мерзко. Здесь я выписал даже пример себе о том, что вот можно сравнить это, к примеру, с книгой Кинга «Темная башня». Вот во второй книге в самом начале Роланд идет по какому-то берегу, встречает краба и тот ему отхерачивает несколько пальцев. Какой-то краб сегодня же. Но это будет его тронять все время, потому что у Роланда пальцы не отрастут. Не отрастут у него пальцы. Понимаете, как интересно? То есть мы понимаем, что Роланд уязвим. Он уязвим. Герой Зыкова не уязвим. И в этом огромная проблема. Со временем он становится рабом как раз у этих кочевников. Служит вот этим вот кочевникам. Вот кочевник, который его захватил, его со временем предают. Они вместе с ним начнут путешествовать на больших дорогах. В конце кочевник продает его гиди и магов. И он вроде бы даже должен встретиться с этим самым Адегом, который также продвигается уже в иерархии магов. Но Ярик бежит из гиди и магов почему-то, я не знаю, почему-то от кочевника он не хотел убежать, который его всячески использовал. от гиди и магов он, сука, убежал. Как бы логика. Что я могу сказать? Бежит куда-то на юг, ступает там в армию, этим заканчивается первая часть безымянного раба. В то время как Адег, ну, он становится магом. По сути, вот огромное количество действий оказалось бы в книге, но сюжет тут до деграданства короткий. Прямо до деграданства. Простите, пожалуйста, за такое. Я молчу про то, как описано в этой книге женщины. Вот пять у нас попаданцев. Все женщины здесь просто омерзительные. Их просто нет нахер. Вы просто вдумайтесь, самый первый признак Графомана это не описание, а это когда у него, к примеру, в книге есть только одни женщины и да одни мужчины. Это означает, что этот человек очень странно воспринимает мир уже здесь. И в мире у Зыкова одни мужчины, а женщину он не умеет описывать. Все женщины у него, вот две попаданки, которые перенеслись и женщина Адега, Анастасия, две попаданки, они просто тупые, о чем чуть ли Зыков не прямо пишет. И попаданка Анастасия, которая предает главного героя. Они вообще не нужны. Зыков, убери их вообще нафиг отсюда. Пусть у нас тогда будет просто мужская атмосфера, как сталкеры. Они здесь просто не нужны. Я не знаю, может они появятся в следующей книге? Скорее всего, они даже появятся, как-нибудь Анастасия. Думаю, почему нет. Актаут такой сделать со стороны Зыкова. Но в первой книге они просто к черту не нужны. Женские персонажи здесь просто омерзительны. И их нет вообще. У человека рейтинг выше, чем у Перри Пратчета. У Хайналайна, у Азимова, у него женщин произведений нет вообще, потому что он не умеет, которые есть, он не умеет их описывать. Какой кошмар. Какой кошмар у этого человека. 8,28 на фантлабе. Какой ужас. Так, по поводу всратости отсылок я уже немного сказал. Есть несколько хороших моментов в книге. Хорошее взаимоотношение с Гоблином. Вот прям, хорошее. Вот есть момент, когда он встречает маленького Гоблина, Ярик, и вот у них взаимоотношения прикольные. Есть какая-то интересная химия. Но, но, вот прям, не туда. Скучно, чудовищно. Эта книга на 600 страниц, ее можно укоротить и сделать из нее страниц 100. Если убрать вот эту бесконечную описание деятельности, не нужна деятельность. Не нужна. Я не понимаю, кто это может читать. Я не понимаю, кому это может быть интересно, потому что это реально скучная литература. Обычно, когда я слышу про литературу попаданцев, про попаданцев, особенно высокооцененные, мне всегда кажется, что это наоборот должен быть экшен-экшона. То есть, это должно быть что-то такое простое, которое, ну, не знаю, где Вашингтона сжигают нахер русские солдаты. Ну, то есть, чтобы читать, я такой, да, да, экшен хотел. А тут, понимаете, потому что на фанклабе многие пишут и ставят ей достаточно высокую оценку и говорят, что это неплохая литература для развлечения. Ну, тут даже развлечься негде. Ну, это плохая литература для развлечения. То есть, ну, она нудная. Она нудная. Вот как надо нудная. Как это получилось у Зыкова, я не понимаю. То есть, абсолютно банальная история, но прям невероятно скучная. Относительно того, как рабов воспринимают Зыков, это просто кошмар. Если вы хотите хорошее описание рабо-балдейческих отношений, почитайте книжку Гжендовича Владыка Дединова Сада. Почитайте Роберта Говарда и его цикла про Конана. Почитайте Волкодава. Вот там вот быдые рабы, у которых было что-то сломленное изнутри, понимаете? А у главного героя не сломлено, не ломается ничего, потому что он сверхчеловек, он Мэри Сию, у него получается абсолютно все. Просто кошмар, честно говоря. Система мира. То, что многие хватат. Хаотично. Карты нет. Непонятно, где что происходит. Эта система мира подчеркнута толкиновская. Точнее, перумовская, скорее. Потому что в ней отчего-то есть и орки, и гномы. Не, орков там нет в руках. Кстати, орков не помню. Орков там, по-моему, нет. Гоблины точно есть. Гоблины, эльфы, дворфы. Все они там. Но почему? Зачем надо было в этот мир пихать всех персонажей легендариума? Вот какой смысл? Ну, то есть все расы легендариума, если ты создаешь свой мир. Вот какой в этом смысл? Единственное, что здесь уникальное достаточно, это ящеродуди. Они уникальны для тех, кто никогда не смотрел аниме. И, кстати, вывод про аниме я тоже скажу в конце, потому что тут неожиданный вывод, знаете ли, будет. Система мира путанная, карты в голове не выстраиваются, четкой какой-то хронологии относительно этого мира не выстраивается, выглядит ужасно. Ужасно. Это просто ужас. Относительно любого выстроенного произведения с хорошим миром. Я не буду говорить про Сандерсона, я всех закадыбал этим Сандерсоном. Забудем вообще про Сандерсона относительно Беркромбе. Относительно Сапковского, боже упаси. Это ужасное построение мира. Это ужасная система мира. И это кощунство сравнивать это построение мира с Игрой престолов. Это просто кощунство. С песней улюдая и Огня. Это просто позор. Относительно. Там огромное количество домов, разные континенты, разные города, география какая-никакая, регионы разные. А здесь что? Это просто ужасная система мира. Ужасная. Кроме этого, за время этой книги вроде проходит три с половиной года. Это не видно по повествованию. Это видно только из-за того, что персонаж иногда споминает, а прошло два с половиной года. Тоже ужасно. Тоже ужасная хронология. Прям омерзительная. Прям омерзительная. Ну и опять же, битв в этой книге очень много в безымянном рабе. Толку, но ни одну не вспомню. Ни одну. Вообще. И в этом проблема. И в этом огромная проблема. До чего дошло? В общем, я уже упоминал, что я рекламируюсь теперь в ВК-группах. Я такой, молодежно, ребята. Надеюсь, здесь и новые ребята есть. Ставь лайк, если узнал об ней из ВК-групп. Скоро будет реклама в Одноклассниках. Так вот. И я подписался на цитаты Камши. Ну, Вера Камши про хроники Этернии, по-моему, опять же, про Рока Аллу. И знаете, я с удивлением начал понимать, что цитаты Камши мне интереснее всего безымянного Робозыкова. Вообще всего нахер. Потому что я что-то читаю, а там такой момент, вот как раз, там цитата про то, как Фердинанд, король, пытается защитить Рока Аллу. Ну, и вообще, вот, это очень здорово играет на весь вот лор персонажа. То, что Камша старательно вложила кирпичик за кирпичиком, что король, он такой вот, он вообще, ну, он по сути-то дурак, он вообще, он глупенький, он ничего не понимает, он трусливый, он подлый. Но у него есть ключевая черта, он любит Рока Аллу. Он его любит. И поэтому, когда вот, он понимает, что вот все идет не так, он встает и кричит, что нет, нет, это я, это я всегда, я всегда, я. Он берет на себя ответственность за Рока Аллу. То есть, мы понимаем, насколько это для него вот такое вот прям решение. То есть, потому что нам всю книгу говорят, что он трусливый, что он вот не такой, но он очень любит своего подданного. И он говорит, что нет, нет, это я, это только я виноват, и меня надо судить. Это офигенный момент. У Зыкова нет ни одного такого момента. Ни одного. И у Камши рейтинг ниже, чем у Зыкова. Какой это позор, вы просто подумайте над этим, это просто позорище. Ну, правда. Кроме этого, давайте я основу теперь скажу. Безымянный раб похож на аниме. В жанре Исикайи. Не первого порядка. Я писал это в те деги, но я повторюсь. Развернул свою мысль. Что происходит в Исикайе? Главный герой попадает в другой мир, там оказывается, что он охереть, какой крутой, и начинаются некие приключения. Приключения это очень часто, часто по-японски дебильные. Иногда он основывает государство. И знаете что? Будущая книга про безымянного раба главный герой основного государства. И руководит им. Мир вот такого аниме это аниме Аверлорд. Есть попытки такой вот юмора от Зыкова. Юмор абсолютно не смешной. Абсолютно. Даже не покринжеватель. Просто никакой. Вот примерно то же самое делает Консубайрин. Эй, Резайро. Есть попытка показать тяжелую жизнь вот такого вот спасателя мира, что делает герой Щ.И.Та. Понимаете, оказывается, что неожиданно Зыков написал Исюкай. Вот так вот получилось. Весьма заурядный. Весьма заурядный. Прям весьма, потому что даже Консубы уже слабее. Как можно писать книгу, которая будет слабее аниме? В чем весьма такого? Это не герои, это не легенды о галактических героях. Это ну такое себе. Это Исюкай. Плохо. Плохо. Плохо, когда книжки похожи на аниме. Плохо, ребята. На очень плохое аниме. И вот главный герой абсолютно никчемный. Абсолютно 2D. Оба главные герои. У них нет никакого противостояния. Я в какой-то момент подумал, я вспомнил игру Калавкуарес, первую самую, где, знаете, священник гнался за индейцем. Вы играете одновременно за священника и за индейца. Это было столкновение. Мы играем одновременно вот за две такие разные линии, да. И нам показывают две разные линии противостоящие. И там книгу героя, знаете, где там дейтенант, где есть Чилингором, а есть какой-нибудь Тарба, где есть какой-нибудь Кайдор черный, мы все понимаем. А есть Чилингором, опять же, который, ну, просто тоже ни в чем не виноват. То есть две линии, и мы вроде бы за обе переживаем. И здесь просто такая вот безвкусица. Вот эта книга, это квинтэссенция слова безвкусица. И для того, чтобы ее читать, надо быть безвкусным человеком. Такое ощущение, что она не раздыкает, она нудная, ей нет ничего интересного. Единственное, что мне есть, наверное, что у Деда, если говорить про Пападанцев, это неплохой, на самом деле, литературный язык относительно Пападанцев. Где вот это вот описание деятельности бесконечное, и вот это вот трогание себя за сосочки и за дышание поводит к тому, что эта книга в результате становится нудной просто-напросто. Никак. Никак. Я не буду читать вторую часть. Никак. Давайте вместе почитаем теперь. Вот просто обсудим то, почему вообще я извиняюсь, тут моё хребало, может быть, ещё и будет сейчас залезет в экран немного, но уж извините. Так, теперь вот про женщину сразу же. Тот наморщил лоб и смущённо хмыкнул. Столько времени торчал на палубе, а на такое не обратил внимания. Настя в это время, сладко зевнув, откинула одеяло и скочила на ноги. Коллега, который раз задыбывался её, ладно, фигуркой, пусть не 90-60-90-то, но всё равно красивая и желанная, стройная, как тростинка, умная, энергичная, дыбящая. Пошутите, она не переставала восхищать его уже три года. Он протянул руку и шутопнул её по мягкому месту. Вот это вот описание, да, вот это вот описание. Опять, терпеть не могу, как фэнтезийные миры тащат вещи из реального мира. Ну, пожалуйста, даже если вы пишете ИСИКА, не делайте этого, нахер! Это ломает всё, это ломает атмосферу! Нахер! Кому я это говорю? Ай, я-то надеюсь, зрители этого канала ИСИКА и не пишут. Прощание с Лессом обещало смену обстановки и новое впечатление. Что-то заканчивается, что-то начинается, неведомо откуда вспышшая фраза сорвалась языка, и Ярик затрусил вперёд. Вот оно, вот она, отсылка на Ведьмака всратая. Нахера она здесь? Ну, что мне это даёт? Я понял, что это отсылка на неканоническую концовку Ведьмака. Я понял, ребята, что-то заканчивается, что-то начинается. Нахера! Простите, пожалуйста, у меня просто прям... Говоря последнюю фразу, матрос с ненавистью посмотрел мне Ярослава. Перехватив с ГДА, тот решил не нервировать понапрасну людей и спустился в матросский кубрик. Страха не было, только лёгкая дрожь и нечто напоминающее предвкушение охватило всё естество. В крови медленно скрипел адреналин и где-то под ногами снова раскрывала свои глубины пропасть небытия. Уже в который раз судьба предлагала пройтись по тонкой нити, которая так и норовила оборваться. Короче, я понимаю, литературный язык и обычно жалую, что его здесь нет. Но вам не кажется, что он немного не к месту в труде пропопаданцев? Такого толка. Во-первых, он не такой, чтобы трудный. Во-вторых, я словно бы вижу, как Витада Языка сидит и трогает себя за сосочки, когда это пишет такой... О, да, оборвалось, оборвалось. Ой, как я хорош. Ой, я напечатаюсь в серию Андрея Бедянина. Ой, я последователь не Коперумова. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о! Честно, честно. Вот есть в Великий Стивный гайвереалкей. Почитайте один абзац из них и сравните это вот с этим. И вы просто поймёте всё. Слабудия какую-то на самом деле. Если есть, таковые имеются. Так, это отзыв. Этот отзыв я потом ставил. А потом было безумство. Кровь и смерть, жизнь на краю и дыхание бездны постоянно подтачивали душу Ярослава, порождая темную волну, что сдерживалась только тисками воды. И вот волна выписывалась в вовне, тесно переплетаясь инстинктами, вновь и вновь вознося дух человека на вершину блаженства. Ярик вел себя так, словно эта женщина была последней в его жизни. Он пил ее, как пьют дорогое вино. Стараясь насладиться каждым глотком, продавить сладостные мгновения. Я переведу на русский язык, это главный герой снял себе проститутку. Ну, так вот. Помните, я про избыточность говорил? Как-то не к месту. Как-то не здесь. Не здесь. Детературный язык, наверное, есть. Интересное сравнение. Даже можно почитать, даже как-то интересно. Языков это не Верхово. Тут базара нет. Писать он умеет, скорее всего. Вот эти вот образы. Однако я считаю, что от образов толку-то ну. Если сюжета нет. Если ничего нет. Главной идеи нет. Системы мира нет. Лора нет. Ни хера нет. Описание магии из книг Перумова. Мир взят. Ну, как сказать. Расы взяты почему-то из книг Перумова до Толкина. Ну, казалось бы. Ну, ты Зыков. Ну, придумай-то хотя бы новый раз. Ну, придумай-то интересный мир. Ну, нарисуй-то карту. За два года-то карту можно нарисовать. Почему этого не было сделано? Это я ее не видел. Может, я тупой. Тогда извиняюсь перед Зыковым. Но мне все равно не нравится мир. Он нереальный. Вот и все. А по поводу вот этого вот изышества языка. Хорошо, я понял. Виталий, что вы умеете писать хорошо. Толку ноль. Потому что конкретно вот в этом случае это не помогает. Это не помогает. Потому что становится еще год и обидно. Потому что, ну, сюжетно это никак. Вот никак. Ну, он просто не корридирует. Это не к месту. Говоря коротко. Говоря коротко, точнее. Вот и все. И вот это вот моя основная претензия. Но базара нет. Тут как бы что-то, наверное, Зыков-то и умеет. То есть, без каких проблем. Поэтому, ладно. Давайте прекратим на это. Давайте подведем итог. Говоря про Зыкова. Омерзительная ли это книга? Да, наверное. Нет. Это не самое плохое, что я читал про Попаданцев. Наверное, одно из самых лучших, если не считать там, конечно, классики вроде Марка Твена, что я читал про Попаданцев. Но относительно вот какой-то конкурентоспособной борьбы. Я еще раз скажу. Я не буду его сравнивать даже с зарубежными авторами. Потому что это глупо. Я не буду говорить, что Терри Пратчетт в миллион раз сильнее. Я не буду говорить, что не дай бог, что у нас Андерсон сильнее. Потому что для меня это настолько априорные вещи, которые вообще простые, что это. Я не буду говорить о том, что то, что я уже сказал, то, что это не развлечение даже. Это скучная книжка. Ну, это она просто скучная. Ну, это она скучная. Ее неинтересно читать. Ты ее читаешь, и тебе неинтересно. Тебе неинтересен этот мир. В нем нет ничего интересного. Для меня это некая загадка. Откуда у нее такой высокий рейтинг? Вот такой. Ну, хорошо. 6 из 10, если вы относитесь к книгам как развлечения. 6. Развлечение на 6 из 10. Вот так вот, мне кажется. Но серьезно считать, что это хоть немного способно тягаться какой-то зарубежкой. Или даже с хорошими книгами отечественными. Я еще раз напомню пример про Камшу. Помните, как я увлеченно рассказывал? Помните, как мне было интересно? Знаете, это один момент из книг Камши. Там таких моментов Медеона. И здесь вот. По-моему, позорище какое-то прям совсем. Переоцененную. Очень сильно. Это не Верховым. Это не Саныч. Понятно, это лучше. С точки зрения как минимум литературного языка. Кроме литературного языка здесь ничего нет. Да, литературный язык здесь не сказать, что потрясающе. Не сказать, что эти метафоры сильно вырезаются в голову. Не сказать, что они сильно залипают в голове. Они просто как будто бы наполняют. Пустое пространство между словом начало и словом конец. Выразимся вот так. Как будто бы делают из 100 страниц сюжета 600 страниц сюжета. Как будто бы тратят ваше время, кратко говоря. Не приносят какого-то эстетического наслаждения, а лишь тратят время. Поэтому, ну сколько я могу поставить? Ну, 5-4 из 10. Это хорошая оценка, мне кажется, до труда пропопаданцев. Накинул за литературный язык. Базара нет. Буду читать вторую? Никогда. Неинтересно. Чудовищно неинтересно. Кошмарно неинтересно. Никому не советую. Никому. Ну, вот так вот. Я понимаю, что получилось прям совсем огульно. Как тогда и про Верхову, и про Саныча. Я еще раз скажу, что Зыков лучше, и Верхову, и Саныча. У него есть там какие-то прикольные моменты иногда. Редко. Но он неинкокурентно способен относительно даже русских авторов. Я еще раз скажу то, что обычно не говорю. Пехов лучше во всех отношениях. У него есть интересные миры, к примеру. Камша лучше. Я молчу про Дяченко. Я молчу про Олдю. Даже в этом сегменте он не должен быть здесь, Зыков. Вот относительно этой книги. Я не знаю. Может, потом там начинается сраный вустедын, кажется. Может, потом там действительно все затмевает группистолов. Но я не верю в это. Я в это не верю. Поэтому 4, 5 из 10. Скорее всего, 4. Может, даже 3. Что-то я слишком много поставил. Читать дальше не хочу. Я извиняюсь перед теми, кого я оскорбил в этом ролике. Потому что фанатов, как я понял, Зыкова не Деон. Но, ребята, я что вам советую? Почитать другие книги. Потому что у меня нет никакого объяснения, почему вам это нравится. Почитайте Корнуэлла, если вам нравятся приключения. Вы просто офигеете. Почитайте Абера, Йокарный Бапай. Ну, хотя бы, ну, базовых авторов. И поймете, что это просто фантик. Не то, что фантик, это графомания. Это хороший такой, крепкий труд с автор тудей. Ну, вот такой вот тудей. Нет, и не 8.34 на фантаме. Это 7 на фантаме. Ну, 6. Как бы, ну так. Поэтому это теперь Виталий Зыков для меня большая загадка. Вообще, я крайне расстроен. Потому что я хотел... Я хочу найти кого-нибудь хорошего автора. Правда. Вы не думайте, что я засираю это, потому что мне так хочется. Если мне понравился на группе Багдалайна, я так и сказал. Что Логинов написал охеренную книжку. Вот прям по всем основам. Если мне понравился дом, в котором я говорю, что это охеренная книжка. Она там... Я считаю, что чуть ли не лучше, чем у Нобелевского дреауреата. Лучше, чем у Нобелевского дреауреата на ту же тему примерно. Очень отдаленно, конечно. Кадзуэ Сигура. Не отпуская меня, которые... Но здесь я прочитал, и это... Ну как-то, ну прям совсем никак, что ли. Я говорю, что с этой книги даже не попомбите. Она никакая. Она мутная, неинтересная. Все. Извините. Извиняюсь перед фанатами Виталия Азыкова. Советую прочитать больше книжек. Ну простите меня. Вот так вот. Понимаю, что звучит снобийский. И относительно того, кто считает, что я сноб. Да, я сноб относительно русского фэнтези. Извините, но снобизм иногда подрезен. Потому что если мы не будем снобами, мы говно будем. Мы будем хавать. А я хавать не хочу. Особенно говно. Хотя, гадай не на меня. Ладно. Прямо, хватит. Поэтому все, ребята. Все, ребята. Я что думаю? Наверное, роликов в некоторых не повыходят. Потому что сейчас у меня день рождения. Юбидей все-таки. В запою иду. На некоторое время. Но потом мы, может, немножко даже поменяем. И начнем великую нашу. Великую, скажем так, компанию в Одноклассниках. На этом все. Спасибо за внимание. Большое спасибо всегда всем, кто досмотрит до конца. И говорим, что Перумов. Хэштег Перумов по-прежнему лучший русский фэнтезист. Потому что Зыков, украв миру Перумова, он не смеет. Не смеет. Тягаться с батей. Нет. 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 Нет, ребята. Только Ник Перумов. Я. Это лучший автор фэнтези. Всех времен. И каждый раз, когда кто-то пытается захопать его лавры, я чувствую обиду. Я извиняюсь за кринж в конце, но куда нам есть. Поэтому. На этом все, ребята. Спасибо за внимание. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok